Девушки отдыхают Добрые времена и вам нужно, чтобы задержка была нулевая То есть прям кадр в кадр у вас все совпадало То лучше использовать MadNuffin Потому что у RetroArch бывают лаги А MadNuffin использует сторонний сервер То есть тут по принципу клиент сервер И при всем при этом Рободан, Леон и я Мы можем проходить одну и ту же игру Видеть все то же самое, что видит основной игрок И у нас никакой задержки не будет То есть это идеальный способ для стримов И да, Рободан, когда мы записывали подкаст Поймал нас на слове, что мы будем с ним играть На его канале стримить игрушки В моем случае это Resident Evil Gaiden Вот, и давайте я покажу, как его настоять Потому что не очень много документации И тут все чуть-чуть посложнее, чем в том же самом RetroArch Когда вы скачаете по ссылочке В описании под этим видеороликом С официального сайта вот эти два архива У вас будет, собственно, эмулятор И, собственно, оболочка Так что давайте для начала мы запустим эмулятор И нам необходимо его распаковать Распаковывать мы это все будем На диск C В папочку Games У вас может быть другой адрес Но самое главное, чтобы у вас по пути не было русских букв Итак, C Games Слэш и папочка MadNothing Вот, цифры Допустим, тире, точки и прочее Могут быть Главное, чтобы не было русских букв Копируем адрес Распаковываем Ждем какое-то время Теперь нам необходимо пройти папку Куда мы распаковали содержимое эмулятора Так, давай, заходи Я специально поделю на пополам, чтобы было комфортнее Окей Вот, у нас здесь только есть одно приложение Давайте его запустим У нас выйдет ошибка Так и должно быть Просто у нас сейчас создадутся дополнительные файлы Дополнительные каталоги, с которыми мы будем работать Все Теперь заходим в оболочку MadNav Оболочка версии 0.8.8 Она по-прежнему дорабатывается Здесь у нас файл MadNav.exe, только он нужен Распаковываем в папку, куда закидывали сам эмулятор MadNav Ждем какое-то время Сейчас его скопирует сама винда 7-Zip уже его распаковал Тоже займет какое-то время Происходит копирование файла Все Давайте его запустим То есть, в принципе, эмулятор мы установили Теперь его необходимо настраивать Второй момент У меня здесь имеется архив BIOS По политике YouTube Я не могу сказать, откуда их скачать Но я могу показать, как ими пользоваться И второй момент Для блюстителей порядка У меня все эти консоли имеются на руках Поэтому я имею законное право работать с этими BIOS Ну и поэтому покажу, как с ними работать Итак, давайте открываем 7-Zip этот архив Здесь у нас имеются BIOS И BIOS нужно распаковать в папку firmware То есть, некоторые игры, типа, допустим Ну, консоли типа PlayStation Для них требуется BIOS Для того, чтобы можно было сохраняться в любой момент Чтобы не было никаких проблем при запуске Поэтому все BIOS кидаем в папку firmware Ну, в принципе, все Больше нам вот эти вот скаченные материалы не нужны Теперь работаем непосредственно с эмулятором Итак, первым делом, как мы его запустили Нам необходимо добавить папку, где хранятся игры Поэтому мы создаем папочку ROMS Либо папочку GAMES В теле MadNuffin'а То есть, C Games MadNuffin И здесь у нас папочка GAMES Все, запоминаем эту папку Здесь будут ROMS Теперь мы добавляем в файл Add Folder И выбираем наш MadNuffin И папочка GAMES Сюда будем скидывать ROMS И я сразу один скину Вот у меня будет на русском языке этот ROM на стриме И возвращаемся к эмулятору Дальше, что мы с вами делаем Нам необходимо пройти в раздел Global Settings И я еще раз говорю Это самый такой классный эмулятор для игры по сети Поэтому сервер мы должны поменять Сервер у нас будет следующий GS Сейчас GS.EMU-LAND.NET Порт оставляем такой же Какой по умолчанию 4046 Дальше создаем свой никнейм У меня это будет Владимир К примеру, у Леона это будет Леон У Рободана это будет Дэн Далее мы с вами указываем пути PASS И вот смотрите Тоже такой интересный момент Когда мы запустили с вами эмулятор Он создал у нас папочки Cheats Firmware Это получается биосы Допустим Карты памяти Либо карты временных сохранений Либо снимки То есть вот эти вот все папочки у нас создались Но нам теперь необходимо указать путь до них Поэтому папочка Cheats Жмем Open И в папке MadNuffin выбираем папочку Cheats Ну то есть я возможно это промонтаю Так все дело в том, что нужно проработать каждую папочку По сети мы теперь поиграем Ну а теперь как настраивать непосредственно Допустим какое-то ядро эмулятора Для работы к примеру с ромами Выбираем Ну просто по аналогии покажу на PlayStation Потому что он требует наличия биоса Я же буду играть в Game Boy Color Там биос не нужен Ну вот смотрите Для PlayStation самый популярный биос это 5502 55.0.0 и 55.0.1 Нажмем Open У нас папочка Firmware И вот здесь этот биос То есть допустим 55.0.2 55.0.2 Дальше 55.0.0 Ну вот я их сделал Теперь у меня корректно будут делаться и временные сохранения И карта памяти не будет тупить Когда я буду пытаться сохранить игру Все работает Покажу на примере своего эмулятора Game Boy Color Которым я буду пользоваться Далее есть специальный скейдер И специальный шейдер Для того чтобы все выглядело хорошо Я выставляю HQ4X И в случае с OpenGL Получается шейдером Я буду выбирать И по ней И X Шарпер Вот Ну это просто Это рекомендуемые настройки Под данный эмулятор То есть вы можете в интернете посмотреть Какие настройки лучше подходят Под Atari Lynx Допустим Под Game Boy Advance Neo Geo То есть в зависимости от того Что вы будете играть Но прикол в том Что вот благодаря вот этим шейдерам Вы можете настолько сильно Изменить картинку игры Что вы прям Прифигейте Как старая игра Может современно выглядеть Потому что Game Boy Color И Resident Evil Gaiden Она ну Была прям пиксельная А тут графика будет очень классная Вы сейчас убедитесь Дальше разрешение 0.0 Я ничего менять не буду То есть меня все устраивает И вот мы и не делаем Потому что мы настраиваем Привязку контроллера Непосредственно в игре Вот Ну все Мы все настроили Давайте теперь зайдем в геймлист И необходимо нам выйти Потому что Мы закинули Ром игрушки Когда у нас был запущен MadNav Так он не может просканировать Надо его перезапустить И вот она Resident Evil Gaiden Почему нам не нужно запускать На весь экран Потому что я записываю видео Звук у нас отключен Потому что здесь Очень громкая музыка Вот смотрите У нас запускается Эмулятор Теперь я нажимаю Я нажимаю на клавишу Ctrl Shift 1 И у нас Device 1 То есть Not Selectable Потому что Ну Game Boy Color Это портативная консоль Для одного игрока Там нету Несколько геймпадов Если бы вы запускали Допустим PlayStation Или Sega Сочетание Ctrl Shift 1 Ctrl Shift 2 Переключало бы У вас с одного джойстика На другой То есть Ну это нужно Когда у вас Допустим Коопная игра И теперь я хочу Его настроить Чтобы его настроить Мы жмем Alt Shift 1 Я беру геймпад У меня Xbox 360 геймпад И вот смотрите Надо нажать вверх Я жму на геймпаде вверх Два раза Нужно нажать Для того чтобы Ну как бы Эмулятор понял Что мы действительно Подтверждаем нажатие Что это не было ложным нажатием Два раза вниз Два раза влево Два раза вправо Дальше у нас идет Клавиша Select Предлагаются те клавиши Которые используются Конкретно в этом эмуляторе То есть У вас не будет Каких-нибудь клавиш X, Y Допустим L, R Потому что их В геймбое не было Итак Клавиша B Два раза Rapid B Это имеется ввиду Клавиша Turbo То есть Если хотите Четерить Можете Назначить клавишу Turbo Допустим На кнопочку X, Y В зависимости от того Что у вас за геймпад Я читерить не буду Поэтому я опять же Нажимаю на кнопочку B Таким образом Эмулятор понимает Что у нас Кнопочки Turbo Не будет И кнопочка То же самое Обычное нажатие И типа Turbo Настройка завершена Жму старт То есть Ну все В принципе Начинается игра Графика очень классная Это все благодаря Шейдерам Которые мы используем То есть Поверьте мне В оригинале Игра выглядела Ну просто ужасно Ну и понятное дело Там очень низкое разрешение Вот Можем совершенно спокойно играть И вот то что я сейчас играю То же самое бы видел Рободан И Леон Если бы они подключились То есть Если бы мы вели стрим Все было бы Ну вот ровно С такой же скоростью Без какой-либо задержки Это идеально Потому что Тогда эмоции Реакции Они все будут Ну как сказать Они все будут актуальны А не будет спрашивать Рободан Вова что ты там вопишь Потому что Он еще не видит На трансляции Что у меня происходит Так мы будем все Видеть друг у друга Все что Все что у нас творится Я просто пытаюсь Поставить геймпад К сожалению У меня на этом компьютере Монтажном он проводной Так Ну вроде ничего не уронил Вот И теперь смотрите Как это делать С сетевой игрой Игрой Жмем на кнопочку Т У нас открывается терминал Слэш 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 Вот когда Ко мне подключался Рободан И мы тестировали Эту игрушку Здесь было Допустим Дэн 502 У него по моему Ник подключился К вашей игре И когда он подключился Со своим эмулятором Он видел все то же самое Что вижу я То есть ему в принципе Нужно было тоже Запустить тот же самый ром Что у меня Ромы должны совпадать Чтобы не было никаких проблем Ну по сути Вы просто делитесь ромом Со своим оппонентом Со своим другом С которым будете играть И я хожу по карте И он видит все то же самое У себя То есть по сути Вы как бы делите телевизор Вы его стримите Но задержек никаких нету Вот собственно и все Если у вас появились Дополнительные вопросы Вы сможете задать их нам На стриме Мы будем проходить это все На канале у Рободана Скорее всего выходные И мы с Рободаном уже более детально Вам ответим Если у вас какие то трудности Какие то непонятки Подписывайтесь Комментируйте Подписывайтесь на канал Рободана Все это мы будем проходить У него на Twitch канале Ссылочка на него будет В описании под этим видеороликом А с вами же был Владимир Успехов И играйте только в лучшее Увидимся Пока